Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, как построить систему на основе ОФЗ и ОФЗ дают гарантированный доход, правда небольшой, всего 6-7% годовых, но тем не менее это примерно равносильно тому, как дает доходность квартира. Итак, 6-7% годовых, напоминаю. Все знают, что для того, чтобы найти инструмент с большей доходностью, то мы должны быть готовыми на какой-то риск. И уже там 6-7% годовых давало вполне приличные деньги, но сейчас я хочу рассказать об инструменте, который дает 20% годовых. Согласитесь, 20% годовых это в 2 с лишним раза больше, там в 3 практически раза больше, ну да, в 3 раза больше, чем 6-7% годовых. И этот инструмент позволяет, он на основе акций, естественно, и акции могут даже упасть. Мы позволим этим акциям упасть. Итак, давайте посмотрим, что это за инструмент. Недавно сейчас вот появляются новые инструменты в открытии, и прямо сейчас я вам их покажу. Итак, заходим в личный кабинет. И в личном кабинете открытия брокер, вот есть здесь структурные продукты. Структурные продукты, про которые я так люблю говорить, достаточно много уже говорил. Вот. И сейчас они появились новые. Вот. Купонные рассматриваем структурные продукты. Что это такое? Это структурный продукт на, значит, основе каких-то активов, в частности, акций. И здесь их уже появляется достаточно много. Есть целый раздел в личном кабинете открытия брокер, структурные продукты. В частности, вот. Быстрый купон. Структурный продукт на 90 дней, то есть на 3 месяца, ну чуть меньше. 20% годовых в конце срока выплачивается. Один раз. Честно говоря, я посмотрел, мне не очень нравится. Значит, еще один структурный продукт на 3 года, 15% годовых выплачивается один раз в год купон. Мне тоже он не очень понравился. А вот эти вот, с ежемесячным потенциалом, структурные продукты, которые появились совсем-совсем недавно, последние, я о них еще не рассказывал. Вот они. На один год 20% годовых и период наблюдения каждый месяц, каждые 30 дней. Еще один ежемесячный потенциал. То же самое. Один год 20% годовых и раз в 30 дней. И еще один точно такой же. Один год и так далее, и так далее. Давайте посмотрим. Вот мне очень эти три продукта понравились. Они самые последние, которые появились. Автокол на корзину из Алроса, Моэкс, это Мосбиржа, НЛМК и Сбербанк-Префы. Вот здесь автокол на магнит. Вот этот автокол на магнит Моэкс, НЛМК и Сбербанк-Префы. Мы видим, что различие между вот этим и вот этим только в одной компании. Значит, здесь Алроса, а здесь магнит вместо Алроса. И еще один ежемесячный потенциал на один год 20% автокол на корзину из ЧМФ, Лукойл, Роснефть и Яндекс. Мне тоже вот этот вот нравится очень продукт, но все-таки я решил, что вот мне больше почему-то нравится Алроса. Не знаю, почему алмазы люблю, потому что... А магнит не очень мне нравится, потому что ВТБ. Вот. Поэтому вот давайте посмотрим вот на этот продукт подробнее. Ну, комментарии аналитика можно почитать на самом деле. Можно почитать комментарии аналитика. Они здесь есть. Структурный продукт с ежемесячным потенциалом. 20% годовых, условные рубли и так далее, и так далее. Активы НЛМК, Алроса, Сбербанк, Префа и Московская биржа. Барьер поставки 85% от начальной цены. Барьер купона 85% от начальной цены. Барьер отзыва 100% от начальной цены. Что это значит? Это значит, что если все акции... То есть, есть периоды наблюдения. В данном случае периоды наблюдения каждые 30 дней. Если в течение 30 дней, в первый период наблюдения, мы рассматриваем этот продукт, и все акции, все четыре компании, выросли акции всех четырех компаний, то что происходит? Если продукт закрывается, то есть. То есть, мы получаем очередной купон, и все деньги, которые вложены туда. Вот, что это значит. Но, если хоть одна из этих акций не выросла, это более благоприятный результат. Вы понимаете? То есть, если акция хоть какой-то компании не выросла, то мы получаем денежку 20% годовых, и уходим на следующий период наблюдения. То есть, мы позволяем акциям худшей компании упасть. И это даже для нас более благоприятный сценарий, чем тот, что акции вырастут. Вот, и я считаю, что здесь риск минимальный. Минимальный. Вот, эффект памяти есть. Смотрите, то есть, если худший актив упал ниже, чем 85% от начальной цены, то мы не получаем очередной купон. Это риск. Но если после этого, в период следующего наблюдения, он вырос, то мы получаем 2 купона. Вот такой эффект памяти. То есть, за то, что не получили, ну, и, так сказать, за все, что не получили, и за все, что получили. Очень интересный продукт. Я считаю, что здесь минимальный риск, и поэтому я, вот, мне нравится это. Вот, барьер отзыва 100% от номинальной цены, и он не снижаемый, кстати. Досрочный отзыв. Да, он не снижаемый. Обычно вот те, которые трехлетние, там каждый период наблюдения снижается, здесь не снижается. Ну, собственно говоря, здесь все описываются. Северсталь. ЧМФ – это Северсталь. Вот. Все три продукта, они в единой корзине. Ну, сценарий один. Значит, все акции, акции самой худшей компании выросли, самые худшие из них выросли, то, соответственно, значит, все выросли. Закрывается, и мы получаем деньги. Если в какой-то период наблюдений акции упали, то, соответственно, эффект памяти есть, и мы получаем тоже, это еще лучше, на самом деле. Ну, и так далее. Вот. И последний пример, когда акции худшей компании не росли, не росли, не росли, не росли, не росли, а потом вообще еще и упали ниже, чем 85% в конце. То есть, ну, тогда караул, тогда мы получаем акции этой худшей компании. Это максимальный риск. Вот. Ну, здесь все описывается. Описывается, какие параметры. Давайте сейчас зайдем, знаете куда? Давайте сейчас зайдем в терминал КВИК. В терминале КВИК у меня радость, у меня закрылась, тут, сказать, хорошее. Так, давайте посмотрим. Я выбрал Алроса, которая, кстати, только что выросла. Так, Алроса, где у меня? Так, у меня были акции, которые Алроса, Мосбиржа, НЛМК и Сберпрефы. Давайте смотрим на эти акции. Так, Сбербанк, Префы, вот они у меня есть. Они выросли сейчас. Ну, я их еще не взял, но они выросли. И если они в течение года еще подрастут, хоть чуть-чуть, в период наблюдения, то все будет хорошо. НЛМК. Посмотрите, НЛМК сейчас снизу. И он очень сильно упал. Ну, вот я думаю, что она в ближайшее время и начнет подниматься. Хотя не факт вовсе. Но сейчас она на минимуме, падать уже вроде бы некуда. Поэтому я могу позволить ей упасть на 15% от текущей стоимости. То есть, у нее была стоимость максимально где-то вот здесь 171%. 171 рубль за акцию. Сейчас она 127. Давайте посмотрим, до какого она может упасть. Значит, я умножаю 127. Там 90. Ничего страшного. Умножить на 0.85 равно. Если она упадет до 107, вот до сих пор она упадет, то перестает выплачиваться купон. И перестает, если она продержится ниже этого уровня, то, соответственно, я получу акции. Ну, не такая уж и большая потеря, я думаю. Потому что, ну, давно она не падала так, больше года. Так, что у нас дальше? Алроса, насколько я помню. Ну, Алроса я сегодня продал, потому что я собирался как раз вот этот структурный продукт покупать. Я думаю, у меня она была в портфеле. Думаю, дай-ка я ее продам и куплю. Вот этот структурный продукт, она выросла. Ну, хорошо. И давайте посмотрим, как акции Алроса вели себя. Они сейчас на минимуме. Вот. Алроса, алмазодобывающая компания. У нее проблемы со сбытом алмазов сейчас, потому что Индия перестала, ну, значительно сократила покупки алмазов. Ну, я думаю, что восстановится это дело. Я просто надеюсь на это. Ну, это, во-первых. А, во-вторых, ничего страшного, если она немножечко побудет и в минусе. Вот. Сбербанк Префы. Ну, со Сбербанком у нас все совсем даже неплохо. Вот. Я могу еще раз показать его. Вот он у меня. Да, Сбербанк Префы. Вот. Ну, он уже вырос. Ну, думаю, что со Сбербанком будет все хорошо. И последняя компания, которая есть, это Мосбиржа. Моэкс. Вот она. Мосбиржа. Недельный график. Ну, она как-то вот так вот. Но есть все шансы, что она вырастет. Поэтому я решил, что очень хороший вот этот вот структурный продукт. И как его взять? Ну, вот я показал вам презентацию, которая также была в личном кабинете. Вот. Вы ее можете легко найти у себя. Вот структурные продукты. Вот он, ежемесячный потенциал. Так, еще раз. Активы. Алроса. Ну, и дальше Московская биржа. НЛМК. И Сбербанк. И Сбербанк. Привилегированные акции. Значит, соответственно, минимальная сумма инвестиций, что очень приятно. 100 тысяч рублей, один год, один раз в 30 дней просматривается и так далее. Оформить. Вы можете подать поручение, даже если на счете недостаточный средств. Пополнить счет на недостающую сумму необходим в течение 4 рабочих дней. Сумма инвестирования 100 тысяч рублей. Комиссия за сделку 10 рублей написана. Сейчас я... А у меня здесь... А, в течение 4 рабочих дней. Все нормально. Вот, у меня там как раз есть денежки соответствующие. Счет я открываю, открываю. Все хорошо. Подтвердить. Получить пин-код. Посмотрите, как легко все делается. Написано, никому не говорите. Поручение принято в обработку. Все. Пополнить счет. Давайте пополним счет. Перевод на структурные продукты. Со счета. Фондовый рынок. У меня там как раз денежки. Я только что получил. На структурные продукты. Валюта российский рубль. Доступно для перевода. Рассчитать с учетом. Вот так. Ну, только что у меня была сделка. Закрыта сумма перевода. 100. Пусть будет 1. 1000. Рублей. Вывели сумму, превышающий свободный остаток. Ну, под репо я взял. Через день закроется кредит. Собственно говоря, все. Подтвердить. Опять код из смс. Я подписываю этот код. Все, друзья мои. Вот таким образом, достаточно легко и быстро делаются инвестиции в структурный продукт. Очень даже легко. И что я хочу сказать. Что вот я инвестировал. Да, я позволил самой худшей из этих акций упасть. Но желательно не больше, чем на 15%. Кто-то может сказать, что я сделал глупость. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, сделал я глупость или нет. 20% годовых. Посмотрите. Я считаю, что вероятность того, что я получил эти деньги, очень-очень большая на самом деле. Ежемесячный доход будет капать мне из расчета 20% годовых. Сумма, в принципе, инвестирование небольшая. Всего 100 тысяч рублей. Поэтому здесь я не сильно и рискую. И такие структурные продукты появляются постоянно. И я думаю, что они еще будут появляться. А сейчас какой еще один фактор есть тот, что индексы Мосбиржи, все акции находятся на максимуме. И сейчас предновогоднее ралли. Я думаю, что я практически ничем не рискую. И я думаю, что этот структурный продукт закроется в первый же период наблюдения, в первый же месяц. Поэтому ничего страшного. Я почти уверен, что я ничем не рискую. Ну, а те, кто скептики, пожалуйста, пишите все свои злобные ругательства. Пожалуйста, ради Бога. Мне ничуть не страшно на самом деле, потому что кто-то ругает, а кто-то денежки получает. Так бывало всегда и так будет всегда. Вот, поэтому просто надо брать и делать, что я, собственно говоря, только что и сделал. Вот, ну, следите за моими видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий. Спасибо за внимание. Всем пока.